Доброго времени суток, друзья! Это уже 30-й летсплей по игре Clash of Clans. Такой мини-юбилейчик, можно сказать, думаю так. В этом летсплее я хотел бы чисто для вас пофармить, поиграть одними шарами в сочетании с мухами. То есть, как вы просили, будут мухи. Всё, как просили, только воздух, только хардкор, как говорится. Так, начнём с первой атаки. Атак, думаю, будет порядка 7-8. Думаю, так. Думаю, нам вполне этого хватит. Так как мини-юбилейчик, можно, так сказать, поиграть и мухами, и маленько потратить дарка. Не играл я мухами только из-за того, что не хотел вообще транжирить дарк. Хотел его оставить на короля. Но, раз вы просите, тем более так совпало с 30-м выпуском, то можно, в принципе, и поиграть вместе с мухами. В общем, сейчас поищем базу. Как только я найду базу с ресурсами, главное, чтобы там был дарк, который бы окупился. Хотя, вот, в принципе, я нашёл. Конечно, дарка тут нету. Ну да ладно, потому что всё-таки есть ресурсы. Я думаю, нам этого должно хватить. Так, для начала проверим, есть ли войско в кастл-клане. Выпустим на проверку одного нашего шарика. Потому что всё-таки муху тратить, наверное, всё-таки жалко. Отлично. Заодно красненькую бомбу обезвредили. Отлично. Так, нападение у меня, наверное, пойдёт с такого вот боку. Потому что тут всё-таки ближе всего находятся как визарды, так и аэрдефы, я думаю. То есть самое опасное, что может быть, я думаю, только это. Вот так вот уже скидываем наши хилспелки. Думаю, вот прямо сюда их нужно было скинуть. У меня с собой, кстати, есть рейдж. Так что, если что, он нам, думаю, потребуется тут. Будем высаживать по мухе. Кстати, мух тут можно и сэкономить, думаю, можно. Попробовать будет. Так что, можно даже мух не всех потратить. Я думаю, так. Так, тут пока, в принципе, можно рейдж не кидать. Можно его оставить на вот этот аэрдеф, я думаю. В принципе, почему бы и нет. Вроде пока всё неплохо идёт. Вот, шарики ещё живы, и это очень хорошо. Но, неизвестно, как пойдёт дальше у нас дела. Король вон уже загибается, как мы видим. Всё-таки его король первый бьёт вместе с башней лучниц. Поэтому довольно-таки плохо получается королю жить. В общем, не очень сладким приходится. Вот, пришло время для рейджа. Да, конечно, в атаке рейдж нам тут не очень помогает всё-таки. Но, конечно, по скорости. Для чего, в общем, как и называется этот рейдж, то есть рейдж ускорения, и как-то так он называется. Мы его, можно сказать, и использовали именно для нашей цели. То есть для ускорения. Чисто взяли его. В принципе, вот, мы видим, даже у меня мухи остались. Я их даже тратить не буду, потому что вроде я укладываюсь по времени. И это просто-напросто лишние расходы, которые сейчас просто ни к чему. Я думаю, можно сберечь мух. Можно было вообще их, наверное, не высаживать. Хотя, в принципе, зачистили будки. Меньше мороки. Хотя, да, как мы видим, можно было бы спокойно обойтись вообще без траты мух. Сейчас, в принципе, наверное, отменим заказ на мух, и все у нас будет отлично. В принципе, базу разнесли без особых проблем. Тут, конечно, она была заброшена, и поэтому здесь ее можно было вообще одними лучницами, я думаю, сломать с варварами. Ну да ладно. В общем, как только сделается моя очередная пара шариков с мухами, я включу запись, и мы продолжим. Так, ребят, армия из шаров достроилась. Правда, король у нас спит, потому что недавно на меня нападал человек, и, к сожалению, снес моего короля. Так что придется его ждать. Кстати, у нас началась клановая война, так что следующую атаку мы проведем на КВ. Сейчас бы я вот прям сейчас, конечно, пошел, но, к сожалению, король спит. За это время, пока он спит, можно, в принципе, сходить в бой, и там, думаю, лучше будет, все-таки как-то повыгоднее, я думаю. Так что давайте сходим в бой, поищем противника какого-нибудь. Тем более войска в кастл-клане мне пока не дают, все-таки ребята сейчас сами на КВ. Всем войска нужны, и поэтому пока не могут раздать. Как только сделают свою атаку, они наделают войско на раздачу, и будет тогда все хорошо. А сейчас я пока поищу базу, как только, в общем, я ее найду, и я включу запись, и мы продолжим. Так, ребят, сейчас я все-таки больше склоняюсь к эликсиру, потому что мне нужно накопить на 3 казармы, которые будут стоить в общей сложности 4,5 миллиона эликсира, и поэтому сейчас я больше заинтересован в эликсире и дарк эликсире. А золото сейчас мне пока в основном не нужно, разве что, конечно, на бомбочке и шахты эликсировые, но они все это очень дешево. А вот казармы, конечно, да, дороговато выходит мне это все дело, и поэтому решил напасть на вот эту базу. Думаю, ее можно снести вот без проблем, потому что АРДФ расположен как-то близко друг к другу, база какая-то маленькая, какая-то компактная, и поэтому, я думаю, мы сможем ее снести без особых проблем. Для начала проверим войско в кастл-клане, выпустим шарика, отлично, его там нет, можно начинать атаку полномасштабную. Таким вот образом, выпускаем всех шаров, кидаем хил-спел сюда, чтобы обхватил как визард, так и АРДФ. Так, шарики уже полетели потихонечку, как мы видим. В принципе, если сейчас здесь все получится, то здесь можно спокойно вообще с одним хилом пойти. Думаю, с одним хилом можно вообще абсолютно без проблем. Скорее всего, да, можно дальше даже ничего и не тратить, разве что вот, конечно, сейчас визард нам может маленько жизнь подпортить, это да. Но, в принципе, все так должно быть нормально, надеюсь на это. В принципе, база должна снестись, я думаю. Хотя, кто знает, кто знает, как говорится. Можно, конечно, кинуть хил, но сейчас посмотрим, в общем. Давайте все-таки кинем хил, мало ли, что. Всякое бывает. Так, выпустим лучниц из кастл клана где-нибудь отсюда. Там всего у меня 5 лучниц было, к сожалению. Не додали мне войско. Так, и можно мух помаленько выпускать, чтобы тоже начинали зачищать все это дело. Хотел их сэкономить, ну да ладно. Все-таки надо маленько потратить, иначе здесь можно, как видите, просто-напросто не победить, потому что все-таки шарики полегли все уже, а базу сносить еще надо. Снесено только 54%. Еще надо, в общем, много снести, как мы видим. Тут, кстати, на базе даже дарк был, копеечки, и поэтому заодно и дарк заберем. То есть везде есть свои плюсы, как мы видим. Так, потихоньку уже ломаем базу. Сейчас все уже, войско летит уже ближе к центру, это очень хорошо. Мухи такие довольно-таки синенькие, скажу вам, посильнее луков будет однозначно. Честно говоря, я не знаю их характеристики урона, там характеристики их хп. Честно говоря, я на всем этом, на всем это не заострял свое внимание. Надо будет посмотреть как-нибудь. То есть, видите, они так довольно-таки нехило мочат. Мне это нравится. То есть, да, базу мы снесем на 100%, без особых трудностей, потратив всего 2 хилл спелла. Вообще, можно было бы 1 хилл спелл, но все-таки шарики будут делаться час, и поэтому не было резона мне его не тратить. Мало ли, подстраховаться всегда лучше. Так, все, вот мы завершили бой. Предлагаю отменить мух, потому что нам нужно всего лишь 20, а больше я, наверное, не вижу смысла делать. Так, у нас есть 16. Нужно отменить 10 мух. Отлично. Так, закажем 2 хилл спела. И все. Ждем, пока достроится моя армия. Так, ребят, армия из шаров достроилась. Давайте закажем сейчас новую. Прямо при вас ее закажу. Сейчас можно, я думаю, сыгрануть на КВ-шке. Использует нашу первую атаку. Одну из двух. Надеюсь, снесем, конечно, как положено, на 3, но это всего лишь надежды и не более. Все-таки база 8-го Тонхола. Но единственное, что радует, то что ARDF слабо прокаченный. Так, вот этот человек. Под номером 27. Давайте посмотрим. Вот его база. То есть, вот. 3 ARDF, все 3-го уровня. То есть, слабая прокачка. Визарды все вообще 2-го уровня. То есть, база для 8-го Тонхола плохая. Так. Кастл Клам у нас выманивается. То есть, вот тут границы, да. Я думаю, в принципе, лучницы между этими двумя казарами можно, наверное, высадить. Смотрим, что у нас тут еще есть. Думаю, в принципе, тут можно даже лучницы выманить. Несколько лучиц, миньонов, точнее, выпускаешь, и они выманиваются, да. Но я использую шарик, потому что, в общем, нет. Сейчас посмотрим. В общем, по ситуации разберемся. Посмотрим, в общем, что делать. Так, смотрим. Наверное, сейчас все-таки выпущу, возможно, шарик или муху. Давайте, в общем, нападем. По ситуации, опять же. Так, давайте выпустим муху. Наверное, сюда-то куда-нибудь. Кастл Клан не выманивается, к сожалению. Вот так вот выманиваем их. Все, отлично, выманили. Так. Выпускаем, наверное, наш Кастл Клан. Да, наверное, наш Кастл Клан выпущу. И мух, примерно, штучек 7, наверное, выпущу. И атака, наверное, у нас пойдет вот отсюда. Больше количество ARDF находится с этой стороны. Так. Кидаем вот сюда вот. Хилл Спеллки, наверное. Вот так вот. Таким вот образом их, думаю, кинем. Думаю, вроде неплохо кинул. Вроде все правильно у меня тут. Пока идет. Смотрим, что происходит. Одна хилл Спеллка кончается уже, как мы видим. Это, конечно, плохо. Так. Следующий хилл Спелл мы, наверное, кинем вот сюда. Таким вот образом. Так. Шарики уже начинают лечиться. Это хорошо. А вон те вон шарики, конечно... Ой. Вот так вот. Вы видели, да? Какая печалька вышла. Не начали лечиться шарики, к сожалению. И такая вот ерунда произошла. Красная Бомба просто их сбила. Маленько неправильно я все-таки, наверное, кинул... Как называются... Спеллы. Ну ладно. В принципе, совсем, думаю, бывает. Выпустим отсюда. Чтобы они попытались нести ТХ. Но я думаю, они не снесут его все-таки. Хотя, не знаю. Возможно, несут. Возможно. Но победу мы тут возьмем. 100%. Надеюсь, то, что две звезды будет. Хотелось бы на это надеяться. Нет, АРД все-таки, мы видим, достает. Зараз такая. Да, плохо, то, что АРД, конечно, достает. Так. Да, до всех мух достала АРД, к сожалению. Все, можно... Хотя нет, смотрите. До одной мухи не достает АРД, но я боюсь, что она не успеет снести ТХ. Боюсь, то, что она не сможет его снести. Все-таки он восьмой, и ХП довольно-таки много имеет. Не знаю, честно говоря, сможет, не сможет эта муха. Было бы их хотя бы две. Скорее всего, не успеет она его снести. Хотя, хотелось бы. Если бы она снесла его, было бы просто, наверное, великолепно. Вот, смотрите, как ХП у него убавляется. Так. Потихонечку сносит она его. Надеюсь, она... Нет, она не успеет. Все-таки остается 20 секунд, к сожалению. Очень печально. Могли бы снести спокойно на две звезды. Ну, все, вы видели, да? То есть, АРД в довольно-таки большой дальностью обладает. И до моих мух он просто-напросто доставал. Так что, такие вот дела муха просто не успела добить. Ладно, ничего страшного. Совсем, думаю, бывает. В принципе, атака не самая худшая. Дума могла быть и хуже, наверное, все-таки, да? Ладно. В общем, ждем, пока достроится армия из шаров. Закажу пока спелы. Как только она достроится, я включу запись, и мы продолжим. Так, вот достроилась еще одна армия из шаров, и я уже предлагаю вам сходить в атаку. Сейчас поищем противника. В общем, по нашим критериям. Так, сразу что-то находим. Но тут у нас все-таки АРД расположены довольно-таки далеко друг от друга, и я боюсь то, что ничего не получится. Так, что тут? Тут вообще нечего смотреть. В общем, еще такая рода. Как только я найду противника, я включу запись, и мы продолжим. Так, вот я нашел базу восьмого таунхола со слабым прокаченным АРДФом. Один АРДФ стоит вообще на прокачке, а остальные два вообще второго уровня. То есть, ничего страшного здесь нет, если что, только опасаться можно визардов, наверное. Ладно, давайте попробуем напасть на эту базу. Нападать будем, наверное, с этого края. А кастл-клана, где его... А, у него нет кастл-клана. Вернее, клана у него нет, так что можно не бояться по этому поводу. Давайте начинаем выпускать войска. Шариков наших. Таким вот образом. Пускаем их. Кинем хилл-спел куда-нибудь сюда. Так, вылетают куча-куча бомбочек разных. Так, но шарики вроде начали лечиться, это очень хорошо. Так, потихонечку они разлетаются, как мы видим. Кинем вот сюда хилл-спел. Так, пока вроде все нормально. Сейчас смотрим за ситуацией. Так, там шарики вроде идут. И нам надо в тенте вот сюда, наверное, кинем хилл-спел. Отлично. Тут еще и Тесла вылезла, то есть он тут вообще к месту. И, наверное, короля сюда, Теха поближе, чтобы сносил. Так, и начнем высаживать мух. Так. Войско, вон, уже шарики все почти снесли. Теперь дело только за малым. То есть мне осталось собрать только ресурсы. Давайте выпустим мух. Ах, мы башню лучерства не снесли. Окей. Выпускаем так мух. Так, смотрим, что у нас все происходит. Сейчас лучерства снесет... Вернее, шарики снесут башню лучерства, и можно выпускать еще мух. Таким вот образом. Ну, в принципе, все. Может, можно дальше не тратиться, и сейчас все будет должно... Сейчас все должно быть хорошо. В принципе, неплохая атака у нас сейчас вышла. Довольно грамотно все сделали. Грамотно кинули хилл-спелы. И осталось только дособирать небольшое количество ресурсов, как я понимаю. Вот там осталось даже 200 дарка еще. То есть базу снесли вообще, то есть без проблем. Главное, нужно было правильно кинуть хилл-спелы. Повезло, что здесь был слабо прокачанный АРДФ. Если бы он был хорошо прокачан, то вряд ли бы мне что-то получилось. А так, вполне хорошая атака. Такие вот результаты. Довольно-таки неплохо. Так. В общем, армия из шаров у меня делается. Давайте закажем спелы. И, в общем, как только достроится моя армия, я включу запись, и мы продолжим. Так, ребят, армия из шаров достроилась, и я думаю, можно... Так, до КВ еще 2 часа до окончания, так что можно еще подтянуть, и можно, думаю, сходить еще пофармить. Сейчас поищем противника. Так. 3 АРДФа. Слабой прокачки и ресурсов под 200 тысяч. Думаю, в принципе, можно на такую базу напасть. Так, давайте нападем именно на эту базу. Давайте посмотрим войско в хастовом клане. Да, у него нет клана, опять же. Поэтому войска тоже, наверное, не будет. Так. Начинаем высаживать шарики. Таким вот образом. Высаживаем их. И готовим хилл спелы. Так. Кидаем один сюда. Так, группа шаров отделилась, и я думаю, можно ее и бросить. Все-таки там шаров толком не осталось, поэтому тратить на них... На эту группу спелы, я думаю, не очень разумно будет. Кидаем еще один хилл спел сюда. И вот сюда. Отлично. Дело за малым, а осталось снести только остатки зданий. Там еще хилл спелл действует, это очень хорошо. Так, выпускаем короля. Так, там остается... Давайте здесь выпустим кастл клан наш, настоящий излучниц. Блин, я же забыл-то, что мортира еще не снесена. Вот так вот. Просто положила их всех. Ладно. Ничего страшного. А почему это-то АРДФ не снесли? Что за бред? Так, начинаем высаживать мух. Таким образом. По одной. Да, что-то шаров положили быстро, а я что-то даже не увидел, что АРДФ не снесен. Плохо. Ладно, начинаем высаживать мух. Чтобы они забирали ресурсы. Как с коллекторов, так и с шахт. Вернее, с хранилищ. Так, а основная масса тут еще, да? Шахт мы видим. Ну, вроде там... А, нет, не снесут они. Тх, я же забыл, что здесь не снесен еще. Не был снесен АРДФ один, и поэтому Таунхолл мы не снесем, к сожалению. Выпускаем тут еще мух, чтобы они до эликсира и золота добрались. Да, жалко то, что не был снесен Таунхолл. АРДФ, я не знаю, почему шарики его облетели. Но так получилось, к сожалению. Давай сейчас возьмем маленького Дарка из Дарк Сториджа. Это, думаю, окупит маленького мух. Я думаю, сейчас, в принципе, король будет маленько ломать тут шахты все. И, возможно, будет... Может, у него даже и получится сломать Таунхолл, кто знает. Если получится, то это будет вообще супер. Давайте посмотрим. Остается у нас 45 секунд. В принципе, должно хватить. Если хватит, то это будет просто отлично. В принципе, все золото мы забрали. Почти весь эликсир мы забрали. Осталось только немножко эликсир вот в этой шахте, да, я насколько понимаю. Да, король снесет ТХ, это очень хорошо. Вот так вот бывает. Я уже не надеялся. Ну, в принципе, вообще неплохо вышло. Он сейчас даже боленько возьмет ресурсы, возможно, с хранилищ. Отлично. Вторая звезда у нас в кармане. Повезло. Так. Ну, Кастел Клан, но он имеет довольно большое количество ХП, и поэтому, скорее всего, король на нем остановится. Наверное, продолжать бой нет смысла. Хотя, да, он не успеет. Не успеет, к сожалению. В принципе, неплохо. Нафармили 200 тысяч золота, грубо говоря, 100 дарка и там эликсира под 150 тысяч. Думаю, вполне неплохо. Поторопился я, конечно, с Кастел Кланом. Если бы не поторопился, возможно, унес бы больше. Ну да ладно. Так, у нас освободилось два рабочих, и я думаю, можно что-нибудь улучшить. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Так. Так, бомбочки. Что у нас по бомбам? Бомбы у меня там все улучшаются, и теперь, я думаю, можно улучшить аэр-бомбы. Так, вот одна из них. Ставим на улучшение. И вот вторая. Потом улучшим остальные. Сейчас прокачиваем по маленькому бомбы. Потом уже будем прокачивать коллекторы, и уже можно будет переходить спокойно на 8-й таунхолл. Так, в общем, как только достроится моя армия, я включу запись, и мы продолжим. Так, ребят, армия достроилась, и, в принципе, я думаю, можно уже пойти на КВ. До окончания там осталось 40 минут. Я думаю, можно пасть на второй номер, все-таки он, наверное, единственный. Наверное, пойдем попробуем. Давайте посмотрим на базу номера 2, посмотрим, и светит ли нам вообще что-нибудь здесь. Так, вряд ли. Давайте посмотрим другой номер там, который был не снесен на 3 звезды. И попробуем хотя бы там забрать бонус, потому что просто не знаю. Хотя вот тут еще есть 11-й номер, давайте его посмотрим. Так, шпионим. Сейчас глянем. Так, о, вот это вот то, что надо. Вот прям то, что надо. Видим, база слабо прокачена, и поэтому, я думаю, можно будет снести. Кастл-клан выманивается спокойно. Давайте на эту базу и нападем. Так, в бой. Давайте попробуем сделать хач что-нибудь. Так, выпустим, наверное, мух вот так. Отлично. Выходит 2 мага, и сейчас будем их убивать здесь. Так. Придется, да, наверное, мух потратить все-таки. Штучек 7, наверное. Так. Так. Выпускаем вот так вот по кругу их. Я думаю, этого должно хватить. И атака пойдет, наверное, у меня сверху, вот отсюда. Так, тут близко находится АРДФ с этой стороны. Кинем сразу же вот куда-нибудь вот сюда вот. Отлично. Там еще и бомбы вылетели. Так, блин, магов не убили. Ё-моё. Это очень плохо, ребят. То, что маги живы все еще. Это очень плохо, скажу я вам. Сейчас они могут просто-напросто сбить мои шары. С вами этими выстрелами. И будет очень-очень плохо, если они их собьют, скажу вам. Лечим. Стараемся лечить шарики. Блин, что-то как-то не очень я удачно все это дело сделал. Маги эти живы остались и вообще полная, конечно, задница вышла. Не знаю вообще, набью ли я 50% все-таки. Блин. Не совсем удачно получилось. Упускаем всех. Совсем чуть-чуть не хватило добить этих магов, как мы видим. Так, выпустим Кинга. Пускай он их убивает. Так, и отсюда, наверное, Кастл Клан. Блин, ребят, извините то, что я так снубил. Все-таки магов нужно было убивать сразу и все бы было, наверное, хорошо. Но, видите, что вышло. Такая вот ерунда. О, тут еще и гигантская бомба. В общем, атака неудачная. Что-то сегодня две атаки на КВС сыграл вообще ни о чем. Извиняюсь, конечно, за это. За свое нубство. Плохо, конечно. Все, в принципе, даже делать нечего. Заканчиваю бой. Да уж, вообще не совсем удачно. Вообще, то есть, полный... Блин. Извиняюсь, конечно. Давайте следующую атаку проведем шарами. Надеюсь, она будет поудачней. В общем, как только достроятся мои шарики, включу запись и мы продолжим. Так, ребята, армия шаров достроилась и я предлагаю вам опять же сходить в атаку. Это, наверное, будет моя предпоследняя атака. Проведу потом еще одну и на этом завершим юбилейный летсплей. В общем, как только я найду противника, я включу запись и мы продолжим. Так, вот я нашел базу седьмого Тонхола. Очень слабые прокачки и снести вообще можно без проблем. Я думаю, можно даже мух не тратить. Так, что мы здесь делаем? Для начала давайте проверим, есть ли войско в кастл-клане. Используя шарик. Заодно проверим, какие-нибудь ловушки. Извиняюсь. Так, вроде нету никаких войск в кастл-клане, да и ловушек тоже. Начинаем атаку. Так, мы выпустим пожар снар шариков с каждой стороны. Начинаем. Отлично. И отсюда. Так. Шарики помаленьку разлетаются. Кидаем хилл спелл. И сюда. И тут шарики разлетели, к сожалению. Ну, я думаю, ничего страшного. В принципе, все. Можно уже спокойно тут все это дело сносить. Выпускаем короля отсюда. Думаю, даже спокойно можно снести этого человека без кастл-клана. Спокойно, только одними шарами. Толком у него не осталось никаких сооружений. То есть, база вообще очень простая. Спокойно выносится без особых вообще заморочек. Как мы видим. То есть, единственное, что нам может помешать, вот эта последняя лучица, на которую уже летят шары, чтобы ее снести. Все. Больше сносить нечего. Даже хилл спелл мы потратили не все. То есть, просто отлично. Сейчас будем потихоньку сносить остатки. То есть, как видите, сразу же снесли две будки. Прикольно. Королик там тоже ходит. Ломает все. Если бы шарики разделились, мне кажется, было бы куда лучше. Потому что все-таки их дамага это очень много. Этого хватает более чем. Поэтому, мне кажется, лучше бы они серьезно разделились. В принципе, можно, наверное, выпустить Кастл Клон на всякий случай. Там у меня немного лучниц. Но я помню, были шестые лучницы. Это единственное, что мне было жалко. Ну да ладно. Вот, в принципе, все. Пошли шарики. Ой, а что гиганты вышли? Что за бред? Странно. Выпускал, ничего не было. Сейчас пошли гиганты. Я думаю, шарики сейчас снимем быстро. Ха, вы видели, да, как просто. Просто моментом. Смотрите, как сейчас быстро шары снесут в Таунхол. Это будет сейчас просто нечто. Мне кажется. Мне кажется, за один раз они его должны снести. Вот так вот. Так, осталось снести только Дарк Сторэдж, Кастл Клан и два. Два Сторэджа с золотом. То есть, вообще, просто смотрите, как золото утекает. Смотрите сейчас на золото. На количество. Это просто нечто. В принципе, вот, даже мух не потратили. И поэтому можно, думаю, отменить заказ на мух. Неплохо нафармили. Такой вот был у нас предпоследний бой. Так, отменим мух. Потому что, думаю, нет смысла. Не нуждаемся мы сейчас в мухах. Закажем два хила. Ну все. Ждем, пока достроится следующая армия. Так, ребят, наша армия для наших последней атаки достроилась. Вот она, как мы видим. Думаю, можно смело отправляться в бой. Давайте поищем противника, у которого будет Дарк Эликсир и будет обычный Эликсир. Золото меня сейчас вообще толком не интересует. Ловушки я посмотрел уже все апгрейджены. Некоторые уже, в общем, улучшаются на последний уровень. Так что сейчас меня будет интересовать только Эликсир на улучшение Казара. Ну и Дарк, соответственно, на Короля. И если получится накопить, то на свиней второго уровня. Так, в общем, как только я найду противника с приличным количеством ресурсов, я включу запись и мы продолжим. Так, ребят, вот я подыскал базу восьмого Таунхола. Хотелось бы попробовать ее сломать. Тут три АРДФ и они пятого уровня. То есть прокачаны довольно. Так что давайте попробуем эту базу хотя бы снести на две звезды, наверное. Высаживаем шарики так вот. Таким вот образом. Так, кидаем хилспелл сюда. Я уже все продумала, куда их буду кидать. Первый будет здесь. Так, шарики лечатся. Кидаем хилспелл еще сюда. Да, маленько, сейчас все пошло не так, как я хотел. Шары разлетелись не совсем удачно. Не такой кучка, как я хотел. Так. Смотрим, что у нас тут происходит. Кидаем вот сюда хилспелл. Ой-ой-ой, они не лечатся. А, все, отлично. Начали лечиться. Они одумались. Так. Пускай мух. Так. Сразу две бомбы влетают. Отлично. Так, все, шариков наших сбили. И сейчас нужно будет выпустить войско. Основное, да? Так, нужно будет снести башню лучниц. Но тут визард лупит еще. Плохо. Пускаем еще мух. Отлично. И теперь можно... Хотя тут, наверное, будет доставать аэродек. Красная бомба еще. А там и лучница достает. И вот. Плохо. Так, в общем. Отсюда, наверное, выпустим кинга. Но он опять куда-то никуда пошел. Выпустим кастл-клан. Так. И лучниц. Ой, вернее, муха как-нибудь вот так вот. Чтобы собирали маленькие ресурсы. Так. Тихонько начинаем ломать. Ну, аэродеф достает. Мы видим, он очень, конечно, жизнь портит нам. Так. И теперь можно наблюдать только за нашими лучницами. Так. Берем первую звезду. Да уж. Конечно, атака не совсем удачная. Но надо было попробовать. Я хотел себя как-нибудь в этой атаке попробовать. Но, увы, не получилось. Ничего страшного. Так. Все. Король помер. Все. То есть, одна звезда. И нафармили по 80 тысяч. Ну, конечно, бывали атаки лучше. Но, в принципе, вполне неплохо. Мне кажется, бывало и хуже. В принципе, на этом я хотел бы закончить свой 30-й летсплей. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк. Под этим видео подписаться на канал, чтобы не пропустить еще одни. Еще летсплей по игре. И, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео.